Десна ТВ Особое внимание продавцов хотелось бы обратить на возраст потребителей, точнее покупателей данной продукции. Как выбрать качественную пиротехнику? Мне больше всего понравились тролли. Новогодняя сказка-путешествие для детей Десногорска. Здесь было хорошо, интересно, я очень набегалась. Спортивные состязания для воспитанников Центра «Солнышко». 27 декабря накануне Нового года в выставочном зале Десногорского историко-краеведческого музея состоялось открытие совместного проекта Виктора Климова и Сергея Голова. На открытии выставки побывала и наша съемочная группа. На выставке представлены черно-белые фотографии и акварель нашего десногорского художника Виктора Климова. Как фотографию я сделал в своей профессии где-то в середине 80-х годов. С тех пор я неизменно с аппаратом. Сейчас занимаюсь акварелью. Но вот это фотографическое видение у меня осталось. Я люблю детализацию вот эту. Вот она сейчас в акварели у меня присутствует. Каждая акварельная работа Виктора Васильевича оставляет у зрителя яркое впечатление в душе. В основном на экспозиции представлены пейзажи Смоленского края. А на фото мастера особенно завораживают взгляды людей, запечатленных на портретах. Фотопортреты – это тоже люди из того, похожие из того детства, которых я встречал. Я их постоянно ищу, встречаю на улице. Я вижу этот портрет, это мой из того детства. Я пытаюсь с человеком договориться поснимать его. И плюс еще вот здесь фототехника такая. Существует амбротип такой, вид фотографий старый, когда стекло покрывается эмульсией, вставляется в такую камеру, которая раздвигается на мехах. Может кто-то из детства еще помнит такое. И это стекло проецируется изображение, и потом оно через цифру уже сейчас переводится в такие портреты. Вот эту технику, она меня физически держит, не могу я от нее освободиться. И вот я в таком плане делаю эти портреты. Работы Сергея Голова яркие и насыщенные. Это фоторепортажи о жизни и событиях как нашего Десногорска, так и из его путешествий по другим городам и странам. Фотографию увлекаюсь давно. В 2013 году у меня здесь была выставка, в основном пейзажные фотографии. Сегодня несколько иное направление, так сказать, и другая сторона моего творчества. Это репортажные, жанровые снимки. Такая выставка, представляющая дружеский тандем фото и живописи, открылась в нашем городе впервые. На пришедших гостей этот проект произвел неизгладимое впечатление. Мы смотрим на мир как бы одними и теми же глазами, да, вот все люди. Вроде бы видим одну и ту же природу или людей. Но вот Господь дает таланты некоторым людям как бы вот остановить мгновение, запечатлеть его и вот в таком, казалось бы, ну в таком мгновенном снимке вот передать очень многое. И вот в том числе и живопись тоже, вот эти акварельные работы. В представленной художниками экспозиции стирается грань между художественным фото и живописью. Фотография воспринимается как живопись, а живопись – как фото. В этом году в регионе остро стояла проблема с льготными лекарствами. В Смоленской области создана новая модель организации лекарственного обеспечения льготников. По решению губернатора на закупку медикаментов из областного бюджета дополнительно выделено 140 миллионов рублей. Алексей Островский поручил создать регионального государственного оператора, который, начиная с 2018 года, будет сам покупать лекарства, а затем распределять их по аптекам. 26 декабря прошло очередное заседание административной комиссии. Было рассмотрено 13 протоколов по 27 статье областного закона за нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время – с 22 часов вечера до 6 часов утра. Он предусматривает наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 3 тысяч до 10 тысяч, на юридических лиц от 5 до 15 тысяч рублей. По протоколам были приняты следующие решения. По двум вынесено предупреждение, по пяти наложены штрафы в сумме 1 тысяча рублей, один нарушитель заплатит 2 тысячи штрафа, по пяти протоколам вынесено наказание в виде штрафа 3 тысячи рублей. В канун новогодних праздников пиротехническая продукция становится очень популярной. Для того, чтобы не случилось трагедии, старший государственный инспектор по пожарному надзору дает рекомендации, как обезопасить себя от контрафактной продукции. В настоящее время существует огромное количество разнообразного товара, с помощью которого можно устроить незабываемое пиротехническое шоу. Прилавки просто пестрят разнообразием. Как выбрать качественную пиротехнику, чтобы праздник не обернулся трагедией? Уважаемые жители Десногорска, в преддверии новогодних и рождественских праздников хотелось бы напомнить о соблюдении правил пожарной безопасности. В частности, при использовании пиротехнических изделий, которые являются взрывопожароопасными и требуют повышенного внимания при обращении с ними. Применение пиротехнической продукции должно осуществляться исключительно в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации завода-изготовителя. Покупателю необходимо обратить внимание на сертифицированную продукцию. Это именно большие магазины, какие-то точки. Лучше покупать именно там. Особое внимание продавцов хотелось бы обратить на возраст потребителей, точнее покупателей данной продукции. Он должен быть от 18 лет и старше, то есть совершеннолетним гражданам нашей страны. Выбор места для запуска салюта и фейерверков тоже играет большое значение. В Десногорске устроить пиротехническое шоу разрешается только в четырех местах. Это зона отдыха Центральный парк, площадка напротив домов 12 и 16 в 1-м микрорайоне, а также за объездной дорогой Н-11. В Кремлёвском дворце прошло заключительное заседание Государственного совета. В нём принял участие губернатор Алексей Островский. Заседание было посвящено инвестиционной привлекательности регионов. Смоленская область в 2017 году добилась значительных результатов в этом направлении и показала наилучшую динамику развития инвестклимата среди всех регионов. Область поднялась на 49 позиций, заняв 31 место в национальном рейтинге. Новый год – это сказочная пора, которую особенно любят дети. В реабилитационно-оздоровительном и досуговом центре Смоленской АЭС в преддверии праздника для юных десногорцев была показана сказка путешествия «Волшебная снежинка». С 23 по 27 декабря для «Десногорской детворы» сказку с приключениями и волшебством подготовили и показали творческие коллективы сектора культурно-досуговой работы профсоюзной организации «Атомщиков». Вместе со сказочными героями и главными новогодними персонажами Дедом Морозом и Снегурочкой ребята искали волшебную снежинку, которую похитили с праздника. Этот сказочный спектакль подготовили воспитанники детского хора «Жаворонок» и ансамбль народного танца «Веселинка». Сказка очень понравилась юным зрителям. Больше всего понравилось, когда Дед Мороз хотел разморозить «Снежную королеву». Мне больше всего понравились тролли. Мне понравилось, конечно, все в нашем концерте, но больше всего понравилось, как они с троллями пели и танцевали. Продолжился праздник у яркой новогодней елки в фойе с песнями, плясками и хороводами. Родители тоже остались довольны развлечением. Праздник замечательный. Главное, у детей появилась улыбка на лице. Я думаю, они очень ждут этот праздник, Новый год. Дед Мороза, Снегурочку, поздравления от родителей. Все здорово и классно. Все просто замечательно. Спасибо большое администрации Смоленской станции. В общем, всем, 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 кто организовал этот замечательный праздник для детей. В завершении праздника все малыши получили сладкие сувениры от Деда Мороза. Десногорский с октября по декабрь проходил фотоконкурс «Нити времени». Задача была отразить в фотографиях, как менялся вид нашего города с начала строительства и до наших дней. По условиям конкурса нужно было сделать копию старого фото с того же ракурса в современном ландшафте. В итоге было отобрано семь лучших работ. Первое место заняли А сейчас новости спорта. Во Дворце молодежи прошли соревнования для воспитанников реабилитационного центра «Солнышко». Спортивные состязания давно стали традиционными. Почему иногда весело побегать, узнала наша съемочная группа. 28 декабря сотрудники оздоровительного центра провели для ребят новогоднюю эстафету. На праздник пришли Баба Яга, Кикима, Радед Мороз. В веселых стартах соревновались две команды «Олимп» и «Старт». Цель праздника – популяризировать спорт и здоровый образ жизни, создать дружескую атмосферу среди воспитанников реабилитационного центра «Солнышко». С этими задачами дети легко справляются. Они показывают хорошую подготовку и умение работать с единым коллективом на пути к общей цели. Все участники получили медали, сладкие призы и заряд хорошего настроения до следующей встречи. Здесь было хорошо, интересно, я очень набегалась. Мы сегодня победили обе команды, потому что мы очень старались, трудились. Мы победили всех, обе команды. Новый год! Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defiz.tv.ru Спасибо за внимание. С наступающим Новым годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова